Друзья, всем привет! Слава Радам! Мы с Виктором. Виктор, скажи просто. Привет! Слава Радам! Сегодня эфир... Ну, вообще, такое название пришло интересно. Вот последние дни у меня шло, дня три, шло про то, как мы себя обманываем. Ну, то есть, ну, типа, да, обманываем нормально, там, все обманывают, и мы обманываем себя. Вот. И название такое пришло конец теории заговора. Вот. То есть, ну, хватит себя обманывать, просто посмотреть на вещи так, как они есть. Вот. И как-то оно шло вот в контексте руны. Я так руны, но я больше корейский так исследовал понемногу, я не скажу, что там суперспециалист. А Виктор футарк. Вот. И Виктор сейчас начал футарк применять в своих практиках. Ну, руны, точнее. Вот сейчас поделимся, что, как мы видим. Ну, я бы начал все-таки с этого, с вот этого, как мы себя обманываем. Вот. И мы вчера в чайной сидели, там, Аленушка с Виктором, я с Ирой. И я говорю, ну, слушай, ну, получается, что мы в концлагере. Ну, так или иначе. Вот. Если говорить в... Ну, называть вещи своими именами. И... Ну, это не только про Украину. Это просто вообще в целом, как вот разделение. То есть, народ, если вот расшифровывать по буквице, ну, я думаю, что по рунам тоже, то это прямо значит наш род. Наш род. То есть, там конституция, где-то вот эта информация о том, что еще там каких-то законных, что как бы, ну, земля и ресурсы принадлежат народу. Вот. А если просто расшифровать, что такое народ, потому что расшифровки типа нет, никто не понимает, где этот народ. Вот. То получается, что если просто расшифровать и брать по сути, то это получается наш род. То есть, нашему роду. Вот. И нам необходимо в прямом смысле как самоопределиться. Наш род. Что это? Кто это вообще? Познакомиться. Познакомиться друг с другом вот в общине. Вот сейчас по общине еще тоже чуть-чуть пару слов скажу. Потому что община... Община тоже для меня, она раскрылась через харийские руны. Там вот на этой руне щит. Вот. Там было три руны показано, которые в прямом смысле значат община. Обширный щит наш. То есть, община — это обширный щит наш. То есть, это как, ну, как... Это не обязательно как защитный щит. Вот. Этот щит можно воспринимать так же, как, ну, щит, на котором... Как платформа некая. То есть... Ну, вот. И не обязательно она там двухмерная или трехмерная. Это, может, многомерная. Просто как пространство, вот, в котором союз родов, как бы... Как пространство союз родов. Вот. Можно так сказать. Вот как-то не так сейчас оно открывается. Вот. И, соответственно, получается, народ, который является источником там власти. Ну, типа, сейчас в кавычках так скажу. Вот. Оказался, типа, в границе. Мы еще сейчас немножко пошутим по поводу слуг народа. Вот. Это вообще такая как-то очень очевидная. Но как-то она тоже немоглас вроде проходит. Ну, типа, нормально так. Слуги народа там... Слуги народа еще какой-то ограничивающий народ закон приняли. Вот. То есть, ну, для меня это как-то идет к тому, чтобы осознать и уже перестать... Перестать врать себе и называть вещи своими именами. Прямо открыто. Ну, в пространстве говорите. И вопрос тогда следующий стоит. Так, а какие действия мы еще можем предпринять? Вот. В этой всей ситуации. Вот. В этот вопрос. И вот эта тема с рунами, это, конечно, исследовательский час эфир. Вот. Он... Мы там не являемся супер... Супер-рунологами и мастерами рун. Но, тем не менее, вот исследуем. И сейчас я, прежде чем сейчас Виктору слово передам, что для чего... Ну, что у меня... Ну, как я это вижу? Почему мы эту тему сейчас поднимаем? Ну, то есть, Виктор говорил о том, что руны, он исследовал то, что они моделируют сознание, моделируют восприятие. То, соответственно, в... Ну, вот в этой матрице, там, где слуги народа принимают законы, которые ограничивают. Вот. Там, где жить зря, это типа впустую. А, по сути, это зрить. Вот. Ну, и так далее. Вот в этой матрице. В этой матрице у нас понятия искажённые. Поэтому мы, беря искажённое понятие матрицы, мы, как бы, теряемся друг с другом. Скажем так, взаимодействие. Мы не можем как одно целое, как в общине, как одно целое взаимодействовать. Ну, во всяком случае, эффективно. Вот. А используя вот такие, как типа руны или другие символы, другие понятия, такие, которые за пределами человеческого восприятия, мы можем общее сознание моделировать, моделировать таким образом, что, как бы, куда внимание, туда и не будет. То есть, будет направляться энергия общая наша не на борьбу с тем, что подкидывает сейчас вот эта матрица, а на то, что мы намерены воплощать и реализовывать. Ну, вот сейчас, Витя, давайте тебе слово передам. Ну, смотри, тут интересное, получается, вот обманывать себя. Тут, получается, ну, как я это вижу. Мы сейчас живём, по сути, в двух измерениях. То есть, мы перешли уже, какая-то даже большая часть перешла уже на осознание единства. И это наша общинная часть. То есть, можно сказать, что я осознаю, что всё одно. И что мы из одного источника транслируем всё. Но есть вторая часть, вот, удивительная часть, которая относится к государству. То есть, к трёхмерной реальности. И вот тут вот интересное получается, что, получается, из пятимерного вот осознания общины я есть. То есть, оно реально, оно осознаётся как из сути. А государство, ну, давайте определим вообще, что это такое. Государство, чем оно апеллирует вообще? Где оно находится? То есть, где? Вот я вижу землю, деревья. Это уже, можно сказать, что то, что я называю это деревом, там, или небом и облаками, это уже как первый уровень сна. Вот описание мира. А где находится государство? То есть, оно находится просто как интерпретация в голове. То есть, оно находится как мысль в головах людей. Так же, как там находятся эти физособы, граждане и все остальные. То есть, это чисто виртуальная конструкция, которая существует в сознании людей. И вот эта виртуальная конструкция, что-то там создаёт какие-то ограничения, запреты. То есть, вот это вот удивительно. Знаешь, осознавать это, что мы сейчас вот находимся в двух измерениях. И вот эта иллюзорная конструкция, она получается, она как даёт нам толчок всё большей эволюцией, всё большему очищению, всё большему укреплению в духе. Вот. То есть, и эти два мира существуют одновременно, потому что это переходный этап. И у нас ещё деньги в этой конструкции. Ну вот осознайте, что границы, вот представьте, их нету. В реальности их не существует. И там поставили каких-то перцев, которые вот здесь граница проходит. И так ко всему остальному. То есть, это иллюзорная конструкция. И вот когда мы жили во сне, во сне она была реальна. Но сейчас, когда мы проснулись, и вот мы видим, что эта конструкция абсолютно, её не существует в реальности. Её просто не существует. Вот. И, ну, она всё равно касается нас, получается, всё равно захватывает каким-то боком. Это виртуальная конструкция. И вот мы, почему о рунах, что сейчас, когда сознание уже очищено, то, или уже в стадии очищения, то мы, задача стоит сфокусировать наше сознание на одной задаче какой-то. То есть, собрать намерение, собрать намерение в луче внимания и направить его вот на какую-то цель, которую мы себя намереваем. Ну, это я так вижу. Это сотворение. Цель сотворения. Вот руны, они, вот как Маскер сказал, это модуляторы. Причём, это модуляторы, они находятся вне чего, они не в человеческом мире находятся. Вот даже Один, он сказал, когда он их не открывал и не создавал, он их выловил в бессознательном и поднял их на уровень сознания и даровал людям. То есть, это могучие инструменты, и сейчас они наоборот. Вот, то есть, кто-то говорит, что они не работают. Да нет, они наоборот набирают силу. Почему? Потому что они работают на личной силе человека. То есть, вливая внимание в руну, она работает на личной силе человека. Вливая внимание, руна конфигурирует пространство. То есть, она квантовое поле преображает в формы того качества, которым эта руна обладает. И вот сейчас удивительно, что Макс сегодня вытащил эту руну, Хагалас. И она вот чётко прям символизирует вот эти два мира. Руна Хагалас. Это вот два столпа, и между ними натянута такая вот эта. Эта руна символизирует разрушение старого буквально разрушение всего старого и освобождение. То есть, она прям вот эта суть несёт. Избавление от всего негатива. То есть, её прям накладывают на аспекты, негативные аспекты, от которых мы хотим избавиться, например. Всё, они устарели, они не работают. И освободиться, и выйти в состояние творческой свободы, из которой я сам сотворяю то, что откликается. Вот. Руна наутист. И так совсем, буквально совсем. Каждая руна, она несёт глубочайших мыслов по кусировке определённого архетипа. Вот. И она удобна, они очень простые, эти руны. Вот в чём их... Они очень простые, но они очень глубокие. И они работают, реально работают. И вот мы можем... Даже без глубокого знания рун, руны просто требуют внимания. Внимание. То есть, они работают на внимании людей. Вот и всё. Поэтому фокусировка общего поля, например, на определённых качествах и рунах, будет модулировать, причём очень мощно. Это же можно буквально на государство накладывать. Любых масштабов создавать. Руны просто увеличивая. Потому что они в сознании находятся. И они работают на внимании людей. Вот. Вот. Как я это вижу, и как это имеет практическое применение. Потому что без практического применения, ну, по сути, руны проживаются. Теоретически в уме их крутить можно до посинения. Но они работают только когда проживаются. То есть, руна проживается. Вот так вот. Давай чуть-чуть добавлю вот это тут, что у меня идёт. То есть, ты про государство говорил. То есть, это как бы структура, которая почему-то существует. Ну, понятно, что она существует в умах людей. Вот. Большого количества людей. Поэтому, как бы, эта реальность, она, ну, как бы, существует. И вот этот переход, то, что мы слышали, я, кстати, с 12-го года только слышал, вообще занимался другими делами. Вот так слышал одним ухом какой-то переход, там что-то такое. Но потом, когда уже ретриты сам начал проводить, я его внутри обнаружил вдруг. У меня всё через практику идёт. Не через книжки, не через там какие-то внешние там источники, а через практику. И вдруг внутри обнаружил этот переход, вот что он происходит. Я прям буквально увидел, что я перешёл в другое измерение восприятия, сознания. Вот. Ну, фактически в своей жизни. Вот. И потом начал видеть, уже там проводить ретриты. Вот. И эти ретриты, они как бы собирались в такие, как некие технологии, инструменты, которые, ну, очень эффективно и быстро дают этому переход другим людям пройти. То есть, это буквально я это воспринимал как портал. Вот. То есть, как некая платформа, вот ретрит платформа, там, 6 дней, 7 дней, 3 дня, 4 дня, в котором открывается портал для перехода. Пожалуйста, заходите. Переходите. Вот. Ну, и буквально, то есть, идёт изменение настроек аватара этого, идёт и происходит трансформация, переход. Переход. Вот. И. То есть, раньше вот это восприятие было такое, что вот этот переход и некая, как бы, другая реальность открывается. Вот. И понятно, что у каждого своя реальность здесь, в этом, в этой мае. Вот. Но, всё-таки, можно сказать, что есть какие-то некие коллективные реальности, которые мы можем проживать, как бы, совместно. И в этом, ну, как бы, в этом есть сила, вот, и есть сила вот этого государственной системы, которая вот загружена, там, с детства, там, со школы, вот, с истории, там, с телевидения, с новостей, и просто обгружалась конкретно всем людям, и в этой реальности я её прекрасно помню. Вот. Там, советскую реальность, потом уже, там, постперестроечную эту реальность, я, как бы, это всё помню. А потом раз, для меня вдруг оказалась другая реальность. Это, вроде, тоже параллельно существует. Вот. Но я, честно скажу, что я ещё немножко опасался говорить, что я в другой реальности живу. Я так много говорил, но говорить где-то там, например, полицейскому на улице, или где-то там, вот, опасался вот так вот взаимодействовать. А сейчас я понимаю, что уже масса, так сказать, поле людей, которые уже перешли или переходят, оно достаточно такое, что я уже, ну, то есть мы уже, как бы, не один на один с этой системой. Если я говорю, что я в другой реальности, вот, то, если кто-то, в смысле, в какой реальности, тут придут мои друзья и скажут, вот, в такой реальности, вот, в которой равноправие, в которой братство, соль, честь, сейчас я договорю вот эту мысль, честь, достоинство, вот это то, что там в Декларации прав человека, что каждый человек, люди должны относиться друг к другу в духе братства, равенства и так далее. Это же просто декларация написана. Вот, а мы в реальности находим, в которой нам не надо декларация, просто это есть. Вот, и я сегодня, вот, мне вот шло такое, что это реальности, одна реальность, это которая за оконом, вот, и она по законам, вот, а другая, то есть, вот это наша изначально базовая, исконная реальность, это которая в коне, вот, в которой не надо писать, что в духе братства и доказывать, это просто есть. Вот, и это в том плане, что, если я говорю, что я в этой реальности нахожусь, то, если вдруг кто-то сомневается, вот, пожалуйста, тут у нас 100 человек, буквально уже здесь собрались, которые, ну, понимают и осознают, о чём вообще речь. Вот, поэтому это уже действительно массовый переход, который мы можем, я это, я считаю, что не просто можем, вот, мы ещё года 3-4 назад говорили, что необходимо начать вещи называть своими именами, то есть, не типа, там, это какая-то эзотерика, там, какими-то завуалированными фразами, там, для каких-то, ну, публично, вот, а говорить прямым текстом, мы в другой реальности, мы в другой реальности, где всё по кону, где, вот, мы в духе братства, по чести, по совести, по достоинству, взаимодействия, мы понимаем хуцпу, мы всё это уже видим, как это всё работает, это для нас уже не теория заговора, вот, это мы уже понимаем, что это, вот, это просто цель веса, в которой, вот, такая иллюзия происходит, и, ну, как бы мы не особо против этого, просто в нашем пространстве, в нашем коне, этому места нет, да, ведь, я так, я зашёлся. Ну, давай определим, о чём мы говорим, то, да, вот, мы сказали, что мы живём в реальности, но она естественна, то есть, она абсолютно естественна, потому что здесь единый, каждый, вот, аз есть, всё, аз есть, то есть, я ко всему отношусь как к себе, потому что это и есть я. Но вот мы говорим о второй, давайте уже честно говорить, что в матрице, вот, в этой 3D-реальности, ну, всё, что происходит? Значит, происходит, концлагерь сжимается, просто сжимается концлагерь, просто идёт грабёж, просто идёт утилизация людей, уже маски сброшены, то есть, маски сброшены, это говорит о том, что те, кто это сотворяет, они уверены в том, что люди ничего не смогут сделать. То есть, и для нас оно, с одной стороны, да, оно помогает нам перейти, но с другой стороны, то есть, мы видим, что происходит, то есть, люди вообще, ну, вот война, вы задумывались вообще, ради чего это, что происходит? Тут ответы типа, мы защищаем свою землю, там, подождите, землю продают, вот, это уже не сказки, а вот буша, святое место, его, на нём ставят какой-то завод, то есть, вот, место, на котором молились предки уже тысячу лет, то есть, святое место, на нём ставят завод, то есть, ради чего война, ради земли, а, ради свободы война, да, незавежности, подождите, где тут свобода, где она тут бывает, а свобода, то есть, понимаешь, мы говорили, вот это, что фильм «Марс атакует» есть, там марсиане прилетели, они с ружьями бегают и убивают людей, и одновременно в громкоговоритель говорят, не убегайте, мы ваши друзья, мы пришли с миром, вот, вот эти два измерения, то есть, в реальности происходит, что просто идёт утилизация людей. Это вчера мы, типа, решили пошутить по поводу «Слуги народа», да, типа, это как вот в этом фильме «Марс атакует», просто идёт, ну вот, в реальности, вот, если без прикрас, без фантазий, без оправданий, кто на кого напал, вот, что происходит? Просто утилизация людей, потом, причём с внешней и с внутренней, тут вылавливает людей и бросает туда без воли их, без ничего, ну, то есть, относительно, волю человек может проявить, это по-любому, это свободная воля работает, но это то, что происходит, то есть, и одновременно говорятся какие-то тексты, второе изменение, что-то там говорят ещё, мы пришли с миром, люди, не убегайте, ну, то есть, вот это надо увидеть, когда люди увидят это всё, то есть, ясно увидеть, что это всё бессмысленно абсолютно, бессмысленно, то есть, идёт утилизация людей и прямое разграбление, потому что, ну, вот оно приходит так, в Кали-югу всегда приходит это сознание, оно всегда приходит, ну, так устроены вот эти циклы, то есть, сатья-юга, когда вот мы только в неё входим, когда кон пробуждается, пробуждается совесть, когда мы становимся носителями духа и носителями света, вспоминаем себя, то это сознание, оно постепенно кривдо уходит, уходят все эти программы, это вот то, что мы сейчас проживаем, то есть, на каждом витке, на каждом цикле это происходит, при цессе равноденствий, поэтому, но сам процесс, сам процесс, вот, мы его наблюдаем, то есть, это сознание, оно в агонии, то есть, оно проявляется сейчас на полную, потому что оно было замаскировано, мы же в этом жили, то есть, представьте, мы жили в этой иллюзии и принимали то же государство за какую-то объективную величину, а сейчас, понимаешь, это просто пласт, это просто иллюзия, прогруженная внутрь, и все, просто через личность эта иллюзия прогружена, и сейчас это сознание, оно вот так, все, сбросило маски, оно уже предстало, явно огласнило свои планы и осуществляет его, и вот как весь вопрос у нас, как мы можем, как мы можем, получается экологично, потому что с уровня, с того уровня мы не можем действовать, с того уровня, в котором это всегда был бунт, революция, противостояние, нет, оно не работает, потому что любое сопротивление и борьба только подпитывает это сознание, вот, вот в чем суть, как воздействовать, как расчищать и зажигать, то есть, получается, мы можем воздействовать только с уровня безусловной любви и света, ну, то есть, я, например, не вижу другого, мы можем только своим светом освещать это сознание, освещать его, освещать эту тьму и, как вытеснять, просто зажигать, по-другому, но по-другому никак не получится. Ну, тут вот, Клакно, ты сказал, я тоже еще просто как сакцентирую, дополню, получается, что я, и мы это экспериментировали, практически тоже видели, что получается, что образ врага, вот, это как прогруженный, прогруженный, скажем так, образ, вот, и он все время же на ложное нацеливается, все время нацеливается на ложное, и если есть враг, есть негативное, а к врагу есть отношение негативное, это просто как программа в этой матрице, вот, и, соответственно, автоматически идет вот эта вражда, то есть, необходимо полностью убрать образ врага, это то, что вот Виктор говорил, что не через борьбу, не через войну, вот, с ложным врагом, который прогружен, вот, а наоборот, это как раз пятимерное измерение, когда мы выходим из этой дуальности добра и зла, вот, и в коне наводим здесь порядок, то есть, и вот это, как наводить здесь порядок, в духовном плане, вот тут, ну, вот это, скажем, вот это исследование сегодняшнее, это об этом, вот, я хочу кое-что еще зачитать, тут мне сегодня на вот это приглашение, которое видео я сбросил в соцсети, вот, написала Таня Розова из нашей команды, вот, кстати, два человека, мне, два, да, два человека мне написало по поводу того, что вот это разделение, вот они обнаружили после этого видео, что это разделение загружено в рот, в рот, то есть, они у себя просто посмотрели видео и начали исследовать, они увидели, как в роту загружены негативные программы, которые разделяют, вот, а рот – это самое близкое, это самое мощное, самая сила, вот, и эти программы загруженные в рот, они, как бы, вот это разделение на вот этих физосов, вот, и рабов, как бы, делают, там, вот, кстати, в римском праве, я как-то пупыренно это видел, что раб – это тот, кто потерял землю и потерял связь с родом, связь с землей и связь с родом, вот, ну, это то, что мы, типа, не потеряли, но в духовном плане потеряны, поэтому, поэтому можно, пожалуйста, особо не называть, это нормально будет, будет катить, вот, но как только мы соединяемся с родом, убираем образ врага, осознаем, что мы здесь на земле, вот, уже совсем в другом статусе, и да, это два человека, еще Таня Розова мне прислала вот такую информацию, что Еженевская конвенция, вот, и она, типа, о чем? О международных правовых стандартах гуманного обращения во время войны, вот, то есть, она говорит, то есть, получается, что война узаконена таким образом, Женевской конвенции, на законодательном уровне международном, то есть, что есть, что война, это ок, нормально, вот, и вот это все ООН, и все остальное, типа, там, мирное урегулирование, это все такая одна из вот этих иллюзий, которые здесь погружаются, потому что, то есть, изначально не конвенция, которая, типа, вообще войны, ну, воевать запрещает, вот, а какое-то гуманное отношение во время войны, вот, и сейчас еще тут, что, что там она, эта конвенция подразумевает, то есть, подразумевает, она особо запрещает убийство, нанесение, убийство запрещает, кстати, интересно, нанесение увечий, пытки, жестокие, оскорбительные, унижающие обращения, взятие заложников, отсутствие належащего судебного разбирательства, ну, и так далее, там такие вот, то есть, ну, суть там в том, вот, что, ну, обратила внимание на то, что Женевская конвенция, как будто бы, она запрещает какие-то ограничения на, на вот эти там бесчинства накладывает, но, по сути, она утверждает, что, типа, война это норм в цивилизованном мире, вот, давить, давить. Ну, мы говорим о том, что, вот, мы ясно видим эти два сознания, которые, которые сейчас одновременно существуют, то есть, войны длятся последние тысячи лет, то есть, по сути, наша цивилизация, это история войн постоянных, вот, и вот эти два, то есть, были светочи, конечно, на протяжении всей истории были светочи, которые поддерживали вообще вот это вот измерение света, всегда они были, там, и тальтейки, и суфи, и христианские, там, катары, и теи, то есть, были светочи прям, целые города были, которые сохраняли эту святость, но сейчас, получается, у нас коллективное пробуждение, и сейчас единственное, это поверить в свою силу, вера, вера, как горчичное зерно, и мы горы свернем, то есть, вера в мощь, в свою мощь, мощь духа, в мощь духа, что мы можем из этого измерения, из измерения света, сознанием воздействовать на процессы буквально, их просто надо прогрузить, у меня сегодня был очень интересный разговор, вот с Максом Гималаевым, он говорит, что с тонкого, с тонкого, непросто на материю, очень, очень непросто на материю воздействовать, если мы хотим влиять на материю, мы должны дух прогрузить прямо туда, прямо в клетке тела, тогда тонкий дух не прилавляется через плотное, вот через боль, туда прогрузить, чтобы вот это измерение плотное, материальное, начало трансформировать реальность, вот, и он интересный пример привел, Аури Бонда, был такой шпец, он 24 года, 24 года просидел в комнате, медитируя 24 часа в сутки, чтобы вот прогрузить, и он хотел трансформацию всего мира, всего мира произвести, запустить трансформационные процессы, такая вот миссия была, и он прогружал, вот прям дух в клетке, сидя в медитации 24 часа, и потом он, как начал эту трансформацию, он увидел, что он начал влиять на процессы, буквально происходящие в материи, но сейчас мы, у нас уже такое количество, что нам просто нужно сфокусировать, сфокусировать внимание на тех процессах, которые мы хотим произвести, вот, вот что значит объединиться сейчас, это, то есть говорим об общине как раз, что это не место вокальное, где люди физикой собираются, нет, достаточно вот, вот мы в сознании одно, но сфокусироваться на одном, буквально, на одном, и тогда мы можем напрямую влиять на процессы, на процессы, которые, которые матрица с этого уровня, она прям их прогружает в 3D, а мы с этого уровня, запретить там вообще землю продавать, запретить ракетам летать, запретить, да что угодно, буквально, нам просто нужно сфокусировать свое внимание и сказать, многим вещах здесь просто нет сказать, вот, вот так я это вижу, да. Сейчас, тогда еще пару, нам чуть-чуть поспрашиваю, но, сейчас хочу тут, да, тут про донаты кто-то спрашивал, что, кто-то там донатит и так далее, я вижу так, да, вот, сейчас, я вижу таким образом, что нам вот эту реальность, которую мы видим, которую, ну, я как ее озвучивал, та, которая внутри кона, братство, вот, равенство, честь, совесть, достоинство, при том, что мы знаем, что все, что законом происходит, осознаем уже этот опыт хорошо, скажем так, видим, что тут происходит, вот, но вот эту реальность, внутри, которая внутри иконы, я вижу, что ее необходимо начать прямо транслировать, вот, чтобы матрица менялась, то есть ее необходимо прямо говорить, у нас вот так вот принято, у нас вот так вот принято, вот, мы так вот живем, не то, что мы не противовес, как бы тому, что сейчас есть, ни в коем случае, потому что тогда это будет конфликт реальности, вот, просто сообщать, у нас вот так вот принято, вот, ну и так далее, то есть уже просто из этой реальности проявляться взаимодействуют, тут сейчас тоже там идет информация, постепенно вот эти мостики, они сейчас начнут налаживаться и проявляться тоже, как эти реальности взаимодействуют, будут взаимодействовать друг с другом, скорее всего, действительно, ну у меня так тоже такое предположение есть, что будет параллельно они существовать какое-то время, вот, и вплоть до того, что некоторые люди таки будут продолжать с паспортами, жить там, там, скажем так, быть ограничен, а кто-то будет без паспортов, вот, это тоже будет в этой многомерности укладываться и будет, ну, даже не то, что будет, в принципе, правовые, там, скажем, законодательные основания для этого, они уже даже существуют, они даже существуют с середины прошлого века, вот, просто они у нас не прогрузили, чтобы мы вообще взяли этим, начали пользоваться, то есть необходимо прогрузить и, ну, и как бы заявить, что мы это все видим и мы вот живем по вот этой реальности, вот, и, соответственно, вот, кстати, я хочу вот этот еще образ царь разобрать, вот, это мне тоже пару месяцев назад пришло, вот, ц в букве ц, ц это целостность, цель, целостность, цельность, а арь это хранитель, то есть царь, это хранитель целостности, поэтому царь там, ну, я так как бы интерпретирую, поэтому это как бы свыше, ну, от Бога данное, как бы, что там данное, ну, в общем, быть царем, быть хранителем ценности, целостности, это, вот, просто это как быть на своем месте, вот, а как взаимодействовать с системой, так царюж система подчиняется, ну, просто, ну, вот, осознать, вот эта система подчиняется царю, просто быть сохранителем целостности, вот, еще один, как проход, то есть еще как один портал, который мы можем себе открыть, вот, осознать, вот, осознавать вот этой многомерности за пределами двойственности, добра и зла, вот, и осознавать, что все реальности существуют одновременно, вот, и на своем месте, вот, с этого места царского, вот, тогда взаимодействовать с системой, если система не подчиняется значит еще где-то не целостность вот это вот это я как признак четкий вижу что если не подчиняется вот как-то по другому взаимодействию значит еще нету полной целостности не проявлено то есть еще какие-то есть еще какие-то включения в структуру которые дают возможность системе проверять и показывать на эти включения то есть показывать на эти скажем внутренние конфликты или какие-то неполноценности которые необходимо тогда просто с помощью системы обнаружить и убрать и все время в целостности поэтому тут я как вот кто себя осознает в целостности приглашаю на это место царское это в прямом смысле то есть это не в том искаженном где зря жить это в пустую там где зря жить это зрить в этом измерении реальности да Витя ну да 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 и хотя вот про процессы там был вопрос что насчет того что реальность может стянуть смотрите сейчас какие процессы идут и сейчас очень многие проживают вот кто пробуждается смотрите 3D реальность это чистое кино вот осознайте то есть в сути этого нету то есть это кино как законы это кино да они там для преступника были нужны но это то кино которое человек воспринимает как реальность то есть 3D человек не может отличить кино от действительности просто это не может потому что все эти субтитрами ума воспринимаются как действительность так вот сейчас процесс как идет переход то есть программы улетают и постепенно человек входит в пустоту буквально то есть идет опустошение сознания от всех программ ну то есть очень многие проходят это неизбежно когда умирают иллюзия то человек входит в пустоту то есть в пустоту и вот что значит быть втянутым потому что в пустоте ну я это проходил я и собственного опыта говорю что теряется смысл потому что эти все программы вроде как ценности которые там в пяти словах в пяти предложениях передавались там денег заработать что там дерево посадить сына родить дом построить ну и вот это вот все определялось матрицей как жизненные ценности большинства людей понимаете жизненные ценности то есть это то что придавало жизни смысл в 3D матрице сейчас эти ценности просто разваливаются потому что дух пробуждается дух как высшая ценность того что я живой здесь и сейчас так вот когда программы разрушаются эти ценности человек ходит в пустоту буквально и там проходит период период вот человек находится в пустоте вот сознание опустошается ему хочется хоть какой-то смысл обрести он может опять цепляться начать старые программы вот эта борьба старая программа хоть как-то придает смысл нет эта пустота постепенно любовью наполняется наполняется любовью наполняется и здесь вот приходит суть приходит не смысл а суть 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 в том что суть смысл жизни в самой жизни в самой сути вот здесь и сейчас просто надо это пласть ну я видел что и чувствую что очень многие люди это проходят и это их подшатывает нормально надо это просто пройти вот этот вот пласть бессмысленности и тогда все наполняется и тогда вот это сознание творца проявляется что я здесь и сейчас и здесь и сейчас я уже проявляю сотворяю сотворяю новое буквально новое вот то о чем Макс говорит что мы уже живем просто все ее проявлять силой и уверенностью что вот то что ты говоришь царь это человек полной силы полной властью данной свыше вот как про Иисуса говорили что когда он проповедь не читал люди говорили он властью наделен он наделен властью а Иисус говорил моя власть не от мира сего она исправит там тоже был комментарий что это так действительно что воздействовать можно только из мира прави а что такое мир прави это мир кона это мир чистоты это мир совести то есть и царь живет уже в мире прави он исходит из этого мира как тот кто хранит эту целостность вот просто продолжая и входя в это сознание можно царь это это как проявленный аз можно можно даже вот так вот сказать это аз проявленный проявленный в материи вот царь потому что есть вот карта императора она вот о земной власти это такой властный но справедливый действующий искон вот и сейчас просто это сила сила надо сила сюда вгружать сила проявляться в этом могуществе в этом могуществе укорениться в силе могущества духа и проявлять вот то что Макс говорит просто транслировать транслировать это в каждом слове в каждом чувстве и в каждом действии во всем что вы делаете транслировать вот эту искренность, тотальную честность и силу. Все. И любовь, потому что любовь, она скрепляет. Она скрепляет силу и ясность. То есть вот у нас снизу сила, вверху ясность, видение, ясновидение. Потому что вот многие расы, например, и элита в том числе наша, они видящие. То есть у них мощная, фишковидная развита и сила. Но сердечный центр не работает. У рептивоидных рас тоже такая вот беда. У многих, ну, беда в кавычках, что у них сердце закрыто. То есть сердце, это связующее с милой, с мудростью. Вот именно любовь. И вот это, утверждая на земле, все, мы утверждаем новое царство. Я бы так сказал даже. Утверждаем царство небесное на земле. Хочу тут два таких усиления сделать. потому что ты сказал по поводу вот Иисуса, того, что он про него говорили, что он обладает властью, да? Или силой. Да. Вот. То есть кому откликается, у кого там чувствуете, что у вас ну, дхарма вещать, да? Или там вот как прогружать. вы можете через намерение вот эту силу обрести, скажем так, или, скажем, восстановить в себе силу. То есть, конечно, это очень усилит поле. Вот если вы себе откроете эту силу целостной, из целостности, из состояния царь. вот, и вот тут вот это вот как бы ну, это не проповедь, понятно, там проповедь, ну, то есть, не знаю, транслировать, неважно, транслировать. Это раз. И второе, сейчас ты что-то в конце говорил, а, по поводу элиты, элиты, вот. Элита, мы тоже пару лет назад исследовали эту тему, вот, то есть, элита, у нас тоже в восприятии искажено, что элита это типа, кто у власти сейчас? Или там, олигархи? Да, да, это я, да. Ну, я хочу, ну, я хочу просто, это классно, мы же его забыли, это как бы понятие, а оно на самом деле, вот, оно, можно его по-другому перевернуть совершенно. То есть, элита, там, если вы потом даже загрузите там в Википедию, то есть, ну, во-первых, что для меня элита? Элита это тот, кто проявляется в своих, ну, высших качествах, из истинного я. Вот, раз. Второе, в Википедии там пишется, что у элиты, просто естественное его свойство, это элиты свойства, влиять на коллективное поле. Это просто естественно получается у элиты. Это не то, что там элита, там плохая, то есть, пожалуйста, будьте элитой. Что значит, а теперь дальше, как быть элитой? Вот, элитой можно же быть, ну, элитой не обязательно это там олигархи и президенты и все остальное. Элита есть творческая элита, элита есть там, ну, творческая какая там еще, еще какие-то, вот в разных специализациях своих, скажем так, там, вот. И когда мы эту тему изучали, исследовали, то получается, чтобы быть, ну, во-первых, понятно, необходимо себя осознать, вот, и необходимо полностью убрать программу выживания. То есть полностью, просто из сознания убрать программу выживания. Вот, и треугольник Карпена. Вот, просто это как иллюзию, так же, как врага убрать, вот, из своего сознания, так же убрать вот эту иллюзию, что ты, что-то как тебе необходимо выживать. Вот, это просто с детства загруженная программа, вы выжили. Если вы выжили в младенецком возрасте, все, вы уже живете дальше. Выживать уже не надо. Вот, ну, да, в тех обстоятельствах, которые там у вас есть в данный момент, вы можете их менять своим намерением, вот, своим сознанием, своими способностями творческими. Вот, это два. И третье, сейчас вспоминается мне сон по поводу, что делать. Вот это вот момент. Как там мне вспоминается сон? Он был во время ковида. Вот я после какой-то церемонии, короче, у меня так в таком, в просыпании утром снится такой сон. Короче, типа, тюрьма или конслаги. Вот, и там люди, и я там среди этих людей. И кто-то там, какой-то один человек, где-то, которого я не вижу, вещают такое, типа, сейчас вы все переодеваетесь в брезентовые такие робы, вот, и все по очереди идете в печь, гореть. Я такой расстроился во сне, во сне. Я такой, и там, и подходят, подошли так, ну, это сон такой, подходят там военные, атошники, и такие тоже расстроенные, говорят, а мы думали, нас как бы, ну, тут ветераны, нас, мне-то не коснется, но нас тоже, говорят, туда. Ну, у меня там такой смешной момент, я такой, типа, ну, у меня мама расстроится, мама жива, это было. Вот, и я начинаю чуть-чуть такое, как бы, просыпание, попадать в просыпание, вот, и в этом моменте просыпания, то есть во сне, вот такая реальность, а тут момент просыпания, я тут, ты что за ерунда вообще? Вот, потом опять сон, потом опять, что за ерунда тут происходит? Вот, и я так, вот этот сон не сон, вот начинаю менять, менять этот сон, во-первых, ну, я, во-первых, сам могу решить, как, если даже уходить из этого тела, то не обязательно, мне так, как, вот, предлагается, то есть, меня так не очень устраивает, это раз, это как минимум, хотя бы, вот, а как максимум, давайте мы отсюда попробуем вообще выйти из этого места, вот, из этого концлагеря, вот, соответственно, ну, и там потом так, сон не сон, сон не сон, там мы вышли, как бы, или я вышел, ну, в общем, это, это как бы действие, волевое, оно произошло, и освобождение произошло, внутри сна, вот такой вот, вот такой вот образ пришел, и когда, сейчас последние дни, идет такое осознание, да, давайте хватит себя обманывать, то есть, посмотрим, что, ну, на ограничение, которое есть, и теперь вопрос, что мы можем, что мы можем вообще с этим делать, или что нам необходимо делать, наш род, наш род, что может это делать с этим, вот, ну, давайте сейчас, тогда вот такой образ, как бы, пришел, сейчас, ну, как получится, сейчас коснемся Ару, вот, видите, расскажи, что там тебе удалось сейчас, на данный момент, как, вот, поисследовать, такое, саму, скажем так, вот, в твоем понимании, суть, вот, как это работает, как это модулирует, как ты вот в практиках используешь, как ты, ну, в днях своих используешь эти символы? Это, смотрите, это качество, то есть, буквально, руны, это архетипы, архетипы, определяющие качество, я просто пару приведу, например, пару таких очевидных, которых все знают, как, и покажу, как с ними работать, то есть, например, возьмем руну Солу, это молния, молния, ее все знают, она одна из самых известных рун, и она, вот, смотрите, в самом названии, она Солу называется, то есть Солу, это солнце, и одновременно душа Солу, то есть, можно сказать, что руна Солу, это свет, свет души, свет, из которого соткано, соткано все, тот, сама ткань бытия из этого света соткана, то есть, и руна Сол, она является проводником, как проводником высшего я с материи, то есть, она как электрический разряд, который пронзает светом, то есть, человек, например, который хочет прокачать реализацию, силу, силу намерения своего воплощения воли, то есть, он берет эту руну, вот, и руна, ты вызываешь образ руны прямо перед собой, и знакомишься с ней, просто вот, возникает некое напряжение, руна Сол, я тебя знаю, познай и ты меня, и я это ты, а ты это я, то есть, получается, чтобы познать руну, надо войти в нее, как в портал, по-другому не получится, по-другому будут представления, только о руне, информационные, чтобы прожить руну, надо с ней соединиться, буквально, а чтобы ее прожить и соединиться, надо выйти в суть, а наша суть, это квантовое поле, то есть, таким языком, оно более наглядно, вот, кто, Станислава Лема, Солярис, смотрел или читал, там вот удивительный образ точный, это океан, океан, который принимал любые формы, буквально, так вот, по сути, я океан, я квантовое поле, вот, квантовое поле, и когда я вхожу в руну, как в портал, вхожу в руну, как в портал, я обретаю качество этой руны, напрямую, вот, вот так вот, смотри, тут про цену говорят, цена, это ответственность, это сила, потому что сила может взаимодействовать, только с силой, понимаешь, если у человека есть, есть потребительские какие-то запросы, да, может он будет платить, а тут сила взаимодействует с силой, и человек берет за это ответственность, но из взрослой психики, ответственность берется автоматически, просто, то есть, добавлю на секундочку, сюда, помогут на рубль, а заплатишь на 10, помогут, кто поможет, это чья ответственность, кому перекладывание ответственности, мне тут откликнулась, там, Женя, когда мне про руны говорила, и она вот такую дала подсказку, она мне стала ясной, я сначала думал, она говорит, ну, выписывай руны, там, ну, взаимодействуй, не обязательно читай, как, как там их описание, смотри, что через, ну, как через тебя идет, и она такую подсказку дала, что, как, через это, как вспоминай себя, то есть, не кто-то другой, ты себя вспоминаешь, в том измерении, в котором, вот, эти символы и знаки, это как язык взаимодействия, да, ну, и ответственность, понимаешь, мы говорим о магии, магия, это маг, это тот, кто может, кто может, тот, кто взял на себя ответственность, все, и все, за затворение мира, затворение своего мира, то есть, в этом, в этом все, в это все заложено, понимаете, взять на себя ответственность, и это удивительные инструменты, и вот по каждой руной, то есть, ясно, что их надо изучать, их надо, начиная сначала с руны в пьеху, то есть, идти, да, потому что одна руна вытекает из другой, это как путь, вот, аналогию дам, это вот Таро, потому что они более наглядные, они образные, вот, когда дух входит в материю, первая карта Тара, дух, до того, как он вошел в материю, чистый дух, он входит в материю, и потом все, он входит в материю, и превращается в мага, маг превращается в жрицу, жрица в императрицу, императрица в императора, то есть, идет, идет постоянная трансформация качеств, одно вытекает из другого, одно вытекает из другого, все, идет трансформация, в рунах то же самое, но мы, как коллективного поля, ну, например, нам сейчас, о чем мы говорим, чтобы запретить, например, ТЭЦ нашим взрывать, вот, который у нас, запретить это делать просто, мы это можем делать с уровня сознания прави, входя вот в состояние сути, внутренней тишины, и, например, поставить защиту, защиту, огромную защиту, над всей страной, буквально, можно поставить вот этот стаф, который Максу приставил, он состоит из двух, рун Альгиз, Альгиз, это руна, она вообще, как обращение, вот, она буквально, вот, это как человек, протягивающий руки, вот, вверх, как связь с высшим сознанием, она, во-первых, интуицию сумасшедшую, то есть, интуиция развивается, это связь с высшим я, буквально, она так и трактуется, связь с высшим я, и защита, то есть, она создает вокруг себя, как электрическое поле, ауру, ауру, очень, очень мощную ауру создает, и руна Отал, которая, она в середину ставится, то есть, ставится восемь рун Альгиз, по краям, вот, как электрические, буквально, вот, как сети, которые у нас, провода соединяют, по которым электричество течет, они, они, они тоже самое, они в форме этой руны, Альгиз, руки протянутые вверх, вот она, и посредине руна Отал, как наследие, то есть, руна Отал, она буквально переводится, наследие, наследство, это вот наследство, моё наследство, это земля, которая, наш дом, которую я хочу защитить от нелюдей, например, от нелюдей, потому что, я только так, я не разделяю в сознании, украинцы, русские, да кто угодно, евреи, есть люди, люди, как славяне определяли, люди, это соединённые добрым, добрым мышлением, то есть, смекалкой и, и мирным мышлением, вот кто такие люди, нелюди, это как противорез, те, кто несут разрушение, и, и хаос, можно так сказать, вот, и в руну отов, помещать просто, даже целую страну можно поместить в эту руну, и поставить руны Альгис, как охранительную сеть, ну вот, когда война началась, многие купола ставили, ну, я знаю, десятки, сотни людей, которые буквально там целые чаты, которые, которые накрывали целые города, и это работало, там, города, куполами, вот, это тоже вариант, но руны, они уже, то есть, это уже наработанные мощнейшие, мощнейшие, модуляторы, мощнейшие силы, вот и все, которыми можно воспользоваться, а так, по сути, по сути, это древнейший инструмент, для эволюции сознания, и одновременно это путь, это путь, это рунический, то есть, футарк подказывает весь путь, как в Тар-Тахтар, первое, дух, входящий в материю, последняя карта, это мир, это когда дух уже познал материю, и соединил духовное и земное, все, вот он прогрузился в материю, и целостность обрел последней картой, футарк тоже самое, это путь, и вот так он и работает, вот, но он более обширный, я чувствую, что руны, они более обширные, и обладают большей силой, даже чем Таро, вот, и я думаю, что сотрудничать с С, почему нет, это, то есть, это сознание, как Макс и сказал, что это все я, это все я, все я в разных своих качествах, и кому я плачу, ну скажите, то есть, самому себе, я плачу энергию, потому что я вкладываю туда свою личную силу, да, я источник, я вкладываю свою личную силу в эту руну, и вот это и есть плата, я вкладываю силу, это не плата, я тут комментарий написал, я считаю, что это не плата, это в трехмерности, где иллюзия Люцифера, что постоянно чего-то не хватает, вот, и в рабском восприятии, там это плата, потому что мы тут как будто бы за все платим, а источник снаружи, вот, а я тут на, вот, а когда я осознаю, что я источник, жизнь творящий принцип, дух, вот, я творю, я не плачу, я творю, сто процентов, сто процентов, и так оно и работает, то есть просто нужна ответственность и сила, то есть взаимодействовать с силами может только сила, все, то есть это взаимодействие с самим собой, вот, и тут полная ответственность за каждое свое действие, то, что Макс и сказал из треугольника Каффмана и сознания Люцифера, блин, невозможно с этими силами взаимодействовать, потому что это все из эго получается, все из эго, а в эго шкурные интересы, а с этого уровня сознания это работает совсем другие, другая сила работает, сила единого, то есть здесь не личные интересы, здесь вот общее поле, общинное, которое простраивает реальность и которое вот проявляет волю, вот так я это вижу, это инструменты для проявления воли с более высокого уровня сознания, где мы ни с кем не боремся, но подождите, если вот я на земле здесь, бомбят, или эти ТЦКшники там ходят, я защищаюсь, то есть я выставляю защиту, которая просто, ну или невидимым становлюсь, или просто... моделируемое пространство, то есть свою реальность, свою реальность, которая у нас одинаковое восприятие, этой реальности, вот мы как просто из сознания, в духовном пространстве, вот эту реальность устанавливаем, в том числе с помощью этих символов, в том числе, ну миром правят символы и знаки. Да, потому что они моделируют сознание, вы же сознаете, что вы на что угодно смотрите, на запятую смотрите, и вы говорите в сознании, это Nike, на три полосы смотрите, и в сознании это Агидас, смотрите на вот эти вот три черточки в круге, вы знаете, что это Мерседес, понимаете, это все прогружено, крест, мы все смотрим на крест, и кто эгрегориально мыслит, это христианство, но это же блин не христианство, Это первичные символы, которые на уровне архетипов существуют. На них нет монополия, на них навожили монополию. Вот эти вот силы просто накладывают монополию и вгружают в сознание людей. И через эти символы уже идет как принадлежность. Вот почему символы, они модулируют пространство. Модулируют пространство автоматом. Хотите вы или нет? Потому что вот это гениально. Вот я как Nike, эти пустые билборды и на них просто запятая. И все, понимаешь, просто запятая. Человек видит эту запятую на билборде и прогружается прям целый пласт вот с вот этой рекламой Nike. Но я когда увидел, вот как это осознается, что символы правят мира и как они модулируют пространство. Мы сейчас делаем то же самое, только осознанно. Осознанно берем инструменты и модулируем пространство из свободной воли. И, ну, для блага общины получается. Так, там кто-то писал, что использовали тоже ругуны. На карту наносили, когда были боевые действия. Напишите в чате, как, ну, что вы вообще практически, вам могли заметить. Вот, и тут еще был, давайте глобально пространство из-за ругуны, чтобы захистеть Украину. Если глобально, то, да, это про землю. Вот, как минимум необходимо говорить, потому что это вот по всей земле происходит. Это просто сейчас территориально здесь очаг такой, но это не только здесь. Это там в Палестине тоже очаг, еще там в других территориях тоже очаг. То есть это, ну, я считаю, что на всю землю. Понятно, что тут тоже как то, что ближайшее необходимо, как, ну, ответственность брать. Вот, но это... Это сила хочет хаоса. Просто хаоса. Они хотят хаоса. Да, Третью мировую войну, то есть прямым текстом, это сила хочет хаоса. И прям есть руна Турисас, которая защищает порядок. Это Мола Тора Мельнир. Это третья руна. Она буквально защитник порядка. То есть, если эту руну прогружать, то она работает, она защищает от сил хаоса. Буквально защищает от сил. Она для этого предназначена. Как отсекать привязанность и зависимость и так, и являться как волнорезом для сил, которые атакуют. Вот, руна Турисас. И все руны так работают. Мы можем просто, ну, говорить об этом, можно это попробовать. А расскажи, так как у нас тут такого пока, ну, процесса, чтобы мы могли передавать, нет. Кого ты посоветуешь там посмотреть? Так что мы сейчас здесь озвучили то, что тебе уже откликается. Я советую посмотреть, ну, то, что мне откликается. И то, что, то есть, проводники рун, они транслируют свое состояние. Ну, во всем. Я цигун провожу, например, я транслирую состояние свое, в котором группа, идущая со мной, погружается. То есть, когда руны транслируются, ты это ощущаешь. Ты начинаешь ощущать суть руны. Буквально ее суть. Как она работает внутри, как она связана с другими рунами. Она Ксения Меншикова, я посоветую. Вот, и Ксения Меншикова, и Исламов, Исламов, его фамилия, да, Исламов, тоже очень-очень мощно транслирует руны. Вот, но я думаю, что если мы просто не пробовать, то мы не узнаем, не узнаем, как они работают. Это надо пробовать. Пробовать и буквально совершать настройки. Ну, вот я... Может, ты там, ты же делаешь, когда практику проводишь. Я начал падить, это очень мощно. Может быть, ты у себя в этом, в сторис или в инстаграме, может, руну бросай, если у тебя как идет, и описание какое-то краткое. Будем тогда делать, ну, делиться в сторисах. Ну, и как тогда будет в поле эта информация, хотя бы пока синхронизироваться, прогружаться, там посмотрим как. Пока вот как, ну, как предложение. Добро, добро. Ну, как пойдет, как пойдет. Можно было бы пробовать. Я же говорю, ну, для меня так. То есть ты же тоже практик. Ты понимаешь, то есть это можно попробовать буквально прогрузить. Можно эфир сделать, где люди, вот откликаются люди попробовать. Давайте соберемся и попробуем. Вот как люди на карте, оно именно так и работает. Можно на карте, можно масштабировать буквально это образы. Потому что виртуальные образы в сознании, в магическом, работают буквально на уровне материи. То есть так работает любая парасимпатическая магия. Вот, что мы берем виртуальный образ и совмещаем его с физическим объектом. И он становится им. Так работает магия. И мы можем это пробовать. Да хорошо, я буду... Люди, просто изучайте, слушайте. Там по каждой руне полчаса буквально, буквально по полчаса, начиная с первой руны феху и весь футарк. Просто слушайте и чувствуйте. Тут дело не в уме абсолютно. Информация ментальная, но она не работает. Работает, когда вы соединяетесь с руной и начинаете ее проживать. Вот поймайте суть. Как только суть поймана, что это руна? Вот, например, руна феху, она вот в футарк. Все вертикальные линии – это аз, есмь. То есть вот эта вертикаль, вертикаль, она, как и в славянских рунах, это я, есмь. И вот первая руна, она состоит из двух веток. Ну, ее называют руна денег, но это, блин, это поверхностное. Это, можно сказать, что это руна истинного богатства. Смотрите, как отделить истинное богатство от всего остального. Вот представьте, что у вас нету наследия. Вообще никакого наследия от рода. Вот вы берете и ставите себя, вот, как определить истинное богатство. Вот все, что исходит из меня. Вот если я пришел сюда голый босс и вот, я пришел с изначальной, с какой-то кармой, силой. Вот эта сила феху – это сила духа, который осознает, что истинное богатство в моем духе. Именно в духе, в моем творящем начале, в моей связи с духом. Вот эти две ветви, они соединяют аз есм с полем, с вселенной. И вот это вход в поле футарка, получается, в поле вселенной. Вот с первой руной это и начинается. Вот это феху – это как вход, соединение аз есм со всей вселенной. Все, вот с этого. И по этой руне начинается, она как антенна, начинается притяжение качеств, взаимодействие с качествами, содержащимися во вселенной. В том числе и с благополучием, с финансами и так далее. Ну вот так вот, пример такой. Там вот я выложил в чат руну, вот эту руну, Альгиз и Атал, которые ты присылал. Вот кто-то предложил, давайте закончим эфир и поработаем с Бушой. Ну вот можно вот эту руну, или как это, став, да? Да, став из двух, из трех максимум. Там, смотрите, футарка разделена на три этажа. То есть первый этаж – это взаимодействие с материей, второй – взаимодействие с духом, и третий – это их объединение. То есть тональ, нагваль, намерение, можно так сказать. И они создают восемь рядов по три руны. Вот эти ставы, они идеальные. Там и есть став магии, и став целительства, и став пути, и став… Там восемь ставов есть. Смотрите, Буша. Буша – ну это буквально можно на карте, а можно кто там был. Вот выставляются руны Альгиз, масштабируют. То есть можно их поставить буквально там тридцать-сорок метров по линии Буши. Можно на карте это визуализировать, что вот по всей линии Бушанской долины стоит вот три, три квадрат и восьми рун, получается. Три, три, три. Вот так вот. Три, ну получается, что это восемь рун, которые создают электрическую сеть. Они буквально вот катушки Теслы, вспомните, как электричество. Все эти руны, они закрывают Бушанскую долину буквально электричеством, и вся энергия поступает свыше, от высшего я, из мира прави, из Асгарда идет поток энергии, которые эти руны заземляют, буквально вот этими вертикальными линиями идет заземление в землю и создание электрического поля прямо вокруг Буши. А в центре руна Одал. Она вот там квадрат идет, квадрат и как бы такие вот две ножки. То есть она заземляет, заземляет и капсулирует, можно сказать, внутри себя в этом квадрате. Вот вся Бушанская долина, она в этом квадрате, она под защитой, вот это наследие, она внутри. То есть создается как двойная защита. Одна из рун Альгис, которые создают электрическое поле, а вторая, вот руна Отал, она в середине. В середине, как в центре квадрата, вся Бушанская долина, огромных масштабов. То есть это огромное, 100-метровые можно ставить, там огромные эти руны Альгис, и чтобы вся Бушанская долина была защищена. И буквально намерение, что те, кто входит с негативными вибрациями, буквально с негативными, с корыстными целями входит в это святое место, они просто выталкиваются из него. Им будет неуютно, некомфортно, и они захотят оттуда убежать. Вот, то есть, и этот став вы можете использовать где угодно. То есть эти ровные, они пассивные. Эта защита, она не агрессивная. Она не дает сдачи. Это просто как сигнализация, и которая вот электричество, электричество. То есть все люди, которые входят с негативными намерениями, они просто выталкиваются оттуда и не могут туда зайти. Вот и все, и идти даже в крестьянской магии. Да, да, конечно, что Буша — это место силы, причем таких масштабов. Там три километра буквально квадратных. Вспомни, да, Макс, это ощущение как будто... Но это необъяснимо, как дома, как, ну я не знаю, как в утробе, как находишься материнской в таком состоянии благости, в таком, блин, в постоянном состоянии легкого блаженства. Мы там ретритов уже куча провели, как место, как родное буквально, потому что там есть храм «Связь семью коленами рода». Вот мы проводили там, ну, в этом храме удивительный. Там храм есть, которому уже тысячу лет, который откопали, потому что там найдено трипольское поселение. Вот, самое большое... Я сейчас в Рыщеве тут тоже нашли. Тут есть музей трипольской культуры. Но в Буше самое большое. Там пещера эта удивительная, с местом, вот этим вот местом, как местом нуля, обнуление места. Там между петухом и оленем натянута, как нитка такая, в котором человек в безвременье попадает. Ну, то есть уникальное место. Витя, вот эту книжку, то, что ты мне подарил, ты можешь порекомендовать? Да, да, да. Это, ну, это маги. То есть реальные маги, они там в Деире, в этом институт магии. Ну, если найдете, да, эту книгу. Но смотрите, чтобы быстрее прогружать, берите просто вот Меншикова. Она мощнейшая. Она книгу написала, но, опять же, по полчаса. У нее там, может, 45-50 минут. Берите руны, у кого откликается изучать, и просто слушайте и вникайте в суть. Потому что эти люди, исламов и Меншиков, они передают именно суть. Они видят суть руны, видят. Они передатчики рун, и можно прям прогружать саму суть. И вы будете развиваться. Это уникальный инструмент для самопознания и самоисследования. Самопознание. Вот это интересно, да, что это можно познавать себя через, как инструмент самопознания. Вот так вот рассматривать. Хорошо, друзья, было полезно вам, как вы? Виктор, благодарю тебя, что там выбрался из деревеньки. Да, да, да. Wi-Fi начал матрицы отключать. Так я в Ржище приехал. Да, потому что это интересно. Это очень интересно, друзья. Потому что, вот смотрите, маги, вот перед магами, тальтеками, то, что Дон Хуан написал, Карлос Кастанеда. Человек входит вот в состояние уже связи духа. Вот он там абстрактные ядра обрисовал. Да, ты входишь уже, ты источник. Но как сдвигать точки сборки? Это искусство. То есть нужно искать способы сдвигов точки сборки. Понимаете способы? Они использовали сталкинг как необычные модели поведения. Необычные. То есть ты все время меняешь модели поведения. То есть, можно сказать, ты все время меняешь конфигурацию своей личности. Вот это уникальный процесс. Что личность твоя становится не как вот личность мы, вот это вот кристаллизованное постоянное твои привычки и по одному этому ходишь кругу, как зомби. А нейропластичность. То есть ты все время проявляешь разные модели поведения. И через сновидение они работали. А руны это еще один уникальный инструмент изменения состояния. То есть познание себя через архетипическое не просто мышление, а именно то, кем ты являешься. Потому что поле реагирует не на наши мысли. Оно с уровня бодхи реагирует. Когда мысли соединены с чувствами, и мы этим являемся. Вот это магия. Когда я являюсь, тогда квантовое поле приобретает нужные качества. И я вижу руны. Это супер просто. Супер инструмент. Пользуясь случаем, еще хочу вас пригласить на ретриты. Вот ближайший будет 27 апреля, 3 мая в Карпатах целостность. Вот 6 дней. Это мощная там работа с психикой, выгрузка программ, иллюзии очень прям в том числе из тела. И в июне, там у нас даты уже есть, но я сейчас их не помню, будет расширение с Виктором Соленой под Киевом в Триполье. Вот 4 дня. Вот это уже мощнейший такой, и последние ретриты показывают, что это уже прогрузка вот этой реальности. То есть это уже как без, скажем так, как это сказать, без... Без фильтров. Без фильтров, да, без фильтров. Ракеты. Прогрузка буквально этой реальности. Вот, Кона. Вот, в Коне. Благодарю. Ракеты. Все, друзья, благодарю за ваше присутствие. Пока. Пока.